Четыре диспетчера каждую минуту наблюдают за работой наземного и подземного электротранспорта. Если раньше они следили за общественным порядком по всему периметру метрополитена, то сегодня они могут заглянуть, к примеру, в отдельно взятый вагон или даже в кабину машиниста. В этом вагоне установлено четыре видеокамеры, но работают пока только три, так как это пилотный проект. Но уже к следующему году во всех четырнадцати составах метрополитена будут вестись видеонаблюдение. Одна из камер установлена за спиной машиниста на случай, если ему станет плохо. Тогда контроль за ситуацией в подземке возьмут свои руки диспетчеры. Еще три камеры расположены в самом салоне подвижного состава. Боришек смогут ловить с поличным. В России мы единственные, которые полностью оснащены будем видеокамерами все вагоны метрополитена. И мы это видео будем выводить на пульты управления МВД, ФСБ. И наши будут диспетчеры смотреть и наблюдать, как работают наши машинисты, как ведут себя пассажиры. И исходя из этого они будут реагировать на события, которые происходят внутри салона и внутри поезда. После воплощения в жизнь пилотного проекта пассажиры подземки должны почувствовать себя в полной безопасности. Нововведения коснутся также трамваев и троллейбусов. Но они и вторые в очереди после метро. На сегодняшний день мы уже закупили все трамваи и троллейбусы новые, которые видео установлены в салоне, видео установлены в кабине машины водителя. И мы после работы можем взять флешку и посмотреть, как вел себя водитель, как вел себя кондуктор и как вели себя пассажиры.